Мы знали, что приезжали сюда и в тренерский штаб, рассматривали нас, собирали по нам информацию, консультировали их по нашей игре. Я скажу, что ребята выполнили планную игру, то, что я говорил на пресс-конференции, что, конечно, мастерство интеграции нам будет очень сложно, а не с зенитом. Но тут выходят на первый план другие качества. Это организация, дисциплина, характер, так это можно говорить. Ребята до конца выполнили то, что мы планируем, то, что мы наигрываем. В целом я довольна, но, конечно, задача была мне пропустить в этой игре, но ее уйдет. Спасибо, ваши вопросы. Тульбать, пожалуйста. Игорь Викторович, Турбай. Сергей Викторович, с победой и спасибо за игру. Вы очень переживали по поводу стартового состава «Зенита», каким он будет. Насколько удалось угадать и как это могло быть подготовки к матчу? Ну, например, то, что я не ожидал, что будет, например, Иванович играть, и он мог бы отдохнуть. Понятно, что от Роберова Жилков, значит, его было некем заменить. На правом фланге Люкок появился. Но я понимал, что именно не то, что слабое измено, но «Зенит» любит доминировать. «Зенит» любит играть первым номером. Наша задача была именно оттянуть игру как можно дальше от наших ворот. И постоянно их, как это сказать, заставлять играть быстрее, заставлять ошибаться, постоянно выметать. В первом тайме мы это хорошо выполнили, но во втором тайме, понятно, уже играли по результату. И основная задача была не пропустить. Конечно, ребята автоматически сели немножко ниже. Ну, и «Зениту» понятно, что «Зениту» надо было забивать, а не делать все возможное, чтобы забивать. Ну, ребята молодцы, вы сыграли, я считаю, что очень дисциплины. Да, я сам должен был, пожалуйста. Департамент, у вас там всегда удержать тяжелее, чем забоевать. Есть ли смысл воспитаться на целях, а на начале пассажира все равно только по 4-0 или по 6-0? Ну, я постоянно, всегда говорю, и ребята сейчас раздевалки, они сами уже сказали, ребята, это первый тайм, основная игра, это будет у нас в Питере. Вот, ни в коем случае нельзя расслабляться. Поэтому тут, это футбол, и ни в коем случае мы, мы только сделаем пол-дела, вот. Но самое важное, что ребята сами почувствуют, что они могут играть, что они хорошие футболисты, но они хорошие футболисты, когда они вместе, а не когда они попут. Пожалуйста, Тибул. В общем, если ты помню, Сергей Томчев, с победой у вас... Ну, конечно, ух ты, вы, билософрорезов. Сергей Томчев, с победой. Леша. Что для команды значит «спобеда» на первых соперников? Мы еще никого не победили, мы только первый тайм выиграли. Вот, конечно, мы надеемся пройти дальше, вот, и какой бы ни был в чем наша задача пройти дальше. Вот, но радует то, что ребята доставили праздник. Давно такой праздник не был в Белоруссии, и вот это очень важно. Главное, чтобы люди поверили, что мы тоже можем играть футбол, что не все у нас так плохо, но нам надо, может быть, больше развивать, и мы можем больше... Люди-то есть. Я всегда говорил, если на хоккейный «Динамо» приходит полная коробка, почему на футбол она не может приходить? Есть у нас люди, которые любят спорт, но... И на сборную приходил бы полный стадион. Пока не было стадиона, я уверен, что такой победы бы не было, если бы не было стадиона «Динамо». В продолжение темы, в России одна из актуальных проблем – это пищаемость сохранения на том уровне, как на чемпионате мира в России. Да, и вот вы говорили перед этим матчем, что, наконец, вернулся большой футбол в Минск. Как выкинуть вот эту победу? Достаточно аргумент, чтобы так много людей, как сегодня, пришло на хоккейный матч в Минске? Ну, я бы больше хотел, чтобы пришло даже пускай полстадиона, это 10 тысяч, это уже было бы очень хорошо. Но должен быть антураж, люди должны получать удовольствие, сидя на трибунах. Да, можно выпить пиво, скушать сосиску, но люди должны приходить сильными. Это должен быть как праздник. То же, вы знаете, в Америке люди приходят, там вот как это, «Испорт» называется, да. Они вот с утра приходят, целый день смотрят, в Апту играют, да. Бейзбол. Да, бейзбол. Но они кайфуют от этого, целый день чего-то. Все нормально. Поэтому и у нас это должен быть праздник. Они должны приходить за три часа до игры, общаться. И после игры еще оставаться опять. Общее европейское кайф. Но нам пока это сложно. Но надеюсь, что может что-то сдвинуться. Петра Зайцева, Петра Зайцева, Петра Зайцева. Сергей Витальевич, удачно очень сложились сегодня стандарты у «Динамо». Вы при подготовке к матчу обратили на какие-то проблемы, или зимит в этом компоненте, или это наши стандарты настолько хороши сейчас? Ну, любой стандарт, во-первых, зависит от подачи. Вот, вы знаете, что на каждом стадионе не всегда удобно бывает провести. Ну, отрабатываешься на одном поле, а потом выходишь. Вот. Я считаю, что удачно очень. Просто исполнили. Бывает такое. Хотя мы постоянно отрабатываем перед каждым матчем, под каждым соперникам, мы всегда отрабатываем стандарты, и каждый за какой-то знает, что он будет делать. Давайте еще два вопроса. Сергей Витальевич, на пресс-конференции вы говорили о том, что это будет противостояние двух систем. Очень интересно после этой победы услышать от вас характеристику для системы «Динамо». Я уже сказал, что сегодня мы победили только за счет организации, дисциплины и желания. Понятно, что я и сейчас могу повторить, что игроки «Зенита», каждый из них, они более профессиональные, более мастеровитые, более опытные. Но чемпионат мира показал, что не всегда бывает. Эти бы, как в футбол этим и хорош, что не всегда побежать тот, кто сильнее на бумаге. Сегодня я считаю, что ребята, я уже это видел в две недели, как у них горят глаза, как они хотели сразиться за них после «Жеребьев». Дмитрий Галичев, Матч ТВ, Сергей Витальевич, добрый вечер. Поздравляю вас с успешным матчем, не будем говорить с победой. Что касается андуража, вы отметили тот факт, что сегодня был практически полный стадион, была такая аура футбола, ответный матч будет проходить без зрителей. Как вы вообще относитесь к такого рода играм? И приходилось ли вам когда-нибудь самому играть без зрителей? И вообще, вы можете ли описать чувства и игрока, и тренеров, и вообще необходимости всего этого, как вы относитесь к подобным мерам? Спасибо. – Пожалуйста. – Ну, скажу так, что футболом – да, зрители. Да, может быть, стоит наказать, но лучше, стоило бы наказать, может быть, тем же деньгами как-то. В чем виноваты? Да, всегда найдется два-три плохих человека, кто это все устроит. Но в чем виноваты другие болельщики? Или те же болельщики «Динамо Мицк», которые хотели бы приехать в Питер? В чем они виноваты, чтобы не попасть на футбол? Я считаю, что это просто надо, сейчас есть много различных способов отслеживания, вот этих просто делает человек, нельзя посещать ни стадион, ни чего, и просто вот так. Ну, а играть приходилось, конечно, во дворе, когда детский рост, там, за партизан, когда-то, ну, да. У нас много матчей, когда, ну, пустых трибунок играешь, поэтому нам только не привыкать, а на Питеру, я думаю, будет сложнее. Есть еще один вопрос. Да можно, конечно, как же я могу сказать? Возвращаясь к матчу, можете в двух словах описать свои вытянные эмоции после каждой митболу? Нет, эмоции спокойные почти, потому что я понимаю, что даже на сегодняшний день, то, что мы выиграли с хорошим результатом, это не верит, что мы прошли дальше. Поэтому еще впереди, как бы, я надеюсь, что, я знаю, что будет очень сложный матч в Питере. И мы к этому настраиваемся, ребята к нему настраиваются. А эмоции какие? У меня эмоций нет, эмоции должны у футболистов быть. Мы им только помогаем. Спасибо большое, коллеги. Завтра жду наше подращение. Ну, дайте, дайте ему вообще, он тянет. Нет, нам два человека тянется. Ну, давай-ка ты тут бать, ты трибуна сначала. Тут разница нет. Перемены мест, сумма не меняется. Разгар сезона, Сергей Петрович, считаете ли вы, что это лучший матч в сезоне, или вообще под вашим управлением, лучшим из динам? Нет, я бы не сказал. У нас были матч, когда мы тоже создавали большое количество моментов, просто мне не получилось как бы реализовать. Сегодня ребята раскрепостились. Ну, опять будут все смеяться, мне говорят, что будем на поле, полили или не полили. Быстрое поле, я и совсем не могу уменьшить, поэтому, ну, нет у меня вообще в футболе, это только профессионалы будут это понимать. Поэтому, я считаю, что так уж, чтобы мы всегда играли на динамо и приносили волну на удачу. Как-то лучше бы им было. Да, вот. Теперь, Танч, это лучший матч вашей отечественной Корее? Так, не заигрывайся, но это лучше, чем впереди. Все, всем спасибо.